Ну что касается итальянских бойцов Киеван, их конечно не так часто встретишь, то ли дело боксеры, особенно любительские боксеры, да и в принципе в профессионалах тоже есть яркие имена, такие как Поли Малиньяджи. Ну вот посмотрим на Эмидио Бароне и собственно на итальянский кикбоксинг. Итальянский раунд, сразу же идет в атаку Бароне, прошу прощения, и Кирлик держится на дистанции. Какая хорошая комбинация-то от Кирлик. Лоу-кик. И снова пропускает боковой Бароне. Надо быть внимательнее. Очень удачно контратакует Кирлик. Кирлик. Подключает вороны колено. Кирлик работает в правосторонней стойке, и вот поэтому он, конечно, неудобен. Всегда тяжело сражаться с левшами, бьешься со своим отражением. Вот пропускает как раз-таки навстречу. Пока не понимает Эмидио Бароне, как ему действовать. Не может подстроиться под соперника. Вот сейчас решил резко пойти вперед. Ну вот призывают не клинчевать Бароне. Лоу-кик. Не заступает за переднюю руку Степан Кирлик. Пока просто держится на дистанции. Это его устраивает. Очень удачно подключает он левую руку. Проходит этот удар. И пока ничего не может противопоставить Эмидио Бароне. Попытка выполнить хай-кик от итальянца. Снова клинч. Снова рефери вмешивается. И вот пошел вперед итальянец. И неплохо попал. Посмотрим, сумеет ли развить атаку. 20 секунд до конца первого раунда. Снова лоу-кик. И тут же хай-кик. Пробивает корпус Кирлик. И снова уходит на безопасную дистанцию. И по-прежнему подключает справа боковой через руку. Так называемый оверхенд. Как только идет вперед Эмидио Бароне. Ну что ж, первый раунд завершен. Сумел таки Эмидио Бароне подстроиться. В концовке первого раунда под манеру Степана Кирлига. Все-таки не просто итальянцу приходится. Кирлиг-то привык уже сражаться с правшами. А вот Бароне не часто встречает левшей. Поэтому, конечно, под левшей надо готовиться отдельно. Приглашать спарринг-партнеров, полностью имитирующих стиль соперника. Поскольку, еще раз повторюсь, левша – это отражение. И вот наиболее яркие моменты этого боя. Полностью заполненные трибуны. Все следят за развитием событий. Ну так по-боксерски начал расстреливать Бароны соперника. Двойка слева и добавил справа. Но все в молоко. Поддавливает Бароне, но без ударов. Ох, какой боковой удар! Как только на ногах остался стоять Бароне. Прям приложился Степан Кирлиг. Проваливается, проваливается итальянец. Когда идет вперед, заваливается на переднюю ногу. И очень удачно в этот момент контратакует Кирлиг. А итальянец даже уйти в связи с этим не может. Поскольку заваливаться нельзя. Особенно, если не попадаешь. Еще одна попытка пробить двойку от Бароны. Но снова мимо. Такое ощущение, что устал уже представитель Италии. Пробивает лоу-кик, но все видит. Кирлиг очень удачно защищается. Еще одна хорошая комбинация. Еще один неплохой удар слева. Контролирует дистанцию джебом. Представитель Молдавии. А тем временем остается минута до конца второго раунда. Попытка пробить мидл-кик от Бароны. Сошлись в клинче бойцы. Тут же рефери вмешивается. Клинч запрещен. И тут же хай-кик. Снова обмен. Еще один удар от Кирлига. 25 секунд до конца второго раунда. Мидл-кик. Пытается работать первым номером имидио Бароны. Пытается захватить инициативу. И это в концовке второго раунда ему удается. Ну вот пропустил последний удар навстречу слева имидио Бароны. Затрудняюсь я отдать кому-либо этот раунд. Мне кажется, он ничейный. Гораздо тяжелее сложился этот раунд. И вот тот самый удар, когда приложился Степан Кирлик, пробил слева. Очень жестко. Но стоит позавидовать выдержке имидио Бароны. Он остался стоять, как ни в чем не бывало. Умный подбородок просто у итальянца. Ну что ж, третий раунд. И какой обоюдный обмен в самом начале. Закрывается шутки. Прорывается на ближнюю дистанцию Кирлик. Но не получается достать соперника. Вот сейчас хорошо попал. Кирлик. Ну и снова заваливается итальянец. Попыткой пробить в корпус. Уже обессилен. Бароны. Удары отчаяния пошли. Попадает навстречу хорошо Кирлик. И решает идти на добивание. Зажимает соперника в углу. Но пассивной защиты нет от итальянца. Его так просто на канвас не отправишь. И вовремя это понял Степан Кирлик. Не стал форсировать дальше события. Решил поберечь силы. Решил расстреливать в дистанции. Еще один боковой проходит у Кирлика. И снова удар навстречу. И вот наконец-то итальянец падает. Нокдаун. Нет, не дают продолжать. Итальянцу попросил сделать шаг вперед. Но уже не слушал команд Эмидио Бароне. И Степан Кирлик одержал победу. И таким образом вышел в полуфинал. Давайте еще раз посмотрим на повторе. Блестящая атака. Причем как удачно. Степан Кирлик вовремя ушел от добивания. И начал расстреливать с дистанции. Причем с дистанции попадал он гораздо чаще. И вот один из таких ударов отправил на настил Эмидио Бароне. После чего уже продолжить поединок он не смог. Еще раз поздравляем Степана Кирлика. Причем. 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 Причем.